Городские власти по итогам 2022 года приобрели жилье для 346 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Большинство уже получили ключи от квартир, остальным должны передать их в этом месяце. Итоги работы по обеспечению детей-сирот жильем обсудили на еженедельном заседании в администрации Самары. По состоянию на 30 декабря прошлого года заключено муниципальный контракт на приобретение 346 квартир, что составляет 100%. Все помещения приняты от поставщиков, оформлены в муниципальную собственность и включены в состав муниципально специализированного жилищного фонда. Изданы приказы о предоставлении жилых помещений детям-сиротам по договорам найма. Хорошая была работа сделана, большое количество квартир приобрели. Сложная была история, сложная была задача. Я искренне рада, что мы с ней справились. Обсудили на совещании с главой и строительство социально значимых объектов, В частности, возведение детского сада в границах улиц Воронежская, проспект Кирова и Старозагора. Ранее глава Самары Елена Лапушкина побывала на стройплощадке и проверила ход строительства. Детский сад рассчитан на 240 мест, в том числе для детей до 3 лет. Здание возводят по нацпроекту «Демография». Все работы производят в срок. Сейчас у нас строительство детского садика идет в графике. Идет в графике. Ограждающие конструкции первого, второго этажа с установкой оконных конструкций закончены полностью. Ограждающие конструкции третьего этажа на 98%. С сегодняшнего дня начинаем монтаж оконных конструкций. Закуплена модульная котельная, установлен газбойлер и в четверг мы запустили отопление подвала. Напомним, всего за пять лет благодаря федеральной и региональной поддержке в Самаре построили семь дошкольных учреждений в общей сложности на полторы тысячи мест. Очередность в дошкольные учреждения за это время удалось снизить в шесть раз. На сегодняшний день в Самаре дети от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах. Тем временем в Куйбышевском районе продолжаются работы по строительству бассейна. Он позволит создать дополнительные комфортные условия для занятий физкультурой и спортом, сформировать мотивацию ввести здоровый образ жизни у большего количества жителей одного из самых отдаленных районов Самары. На данный момент две работы ведутся в графике. Ограждающие конструкции по раздевалкам, кроме окон бассейна, собраны на сто процентов. Установлены пластиковые окна. В центре внимания городских властей цены на социально значимые продукты. Динамику регулярно отслеживают профильные департаменты районной администрации. С мая месяца мы фиксируем снижение цены на соль на 60 процентов, на гречневую крупу на 37 процентов, на сахар и песок 30 процентов, яйца куриные на 11 процентов. Администрация городского округа совместно с администрацией внутрикородских районов продолжается ежедневный мониторинг минимальных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Информация размещается у нас в сети интернет, на официальных сайтах администрации. Дефицит товаров в пустых полах не наблюдается. Отметим, что по итогам прошлого года сеть торговых предприятий города насчитывает 6072 объекта. В городе работают круглогодичные ярмарки, где жители могут приобрести продукцию от местных производителей. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.